СОЛЬ ТВ СОЛЬ ТВ СОЛЬ ТВ Творчеству Соликамского художника были посвящены пятые юбилейные потаповские чтения. СОЛЬ ТВ С творчеством Михаила Потапова знакомы многие его почитатели. Большую часть жизни он посвятил египтологии. Это было не единственным его увлечением. Иконопись – одна из глубинно-сакральных тем, которые волновали художника, литератора и философа. Его работы украшают многие знаменитые храмы и монастыри Украины и Закарпатья, где он прожил большую часть своей жизни. В последние годы приютом для художника стала Соликамская земля. Здесь, в храме Иоанна Притечи, можно увидеть эти незабвенные лики святых, написанные мастером в 90-е годы прошлого столетия. Его написание в садах, в храме Иоанна Притечи, мы живем сейчас в Харькове, человек 20-го века. И как раз он является счастливым сочетанием знаний священного писания, священного предания, искусства, истории. И результатом является то, что узнаете его в отчестве. С 29 по 30 июня в Соликамске прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Потаповские чтения-2013», целью которой стала изучение и популяризация творческого наследия художника-иконописца и египтолога Михаила Потапова. На конференции основной тематикой для научных сотрудников и ведущих специалистов из Москвы, Березняков, Соликамска и Коми Пермианского округа стала тема культурно-исторического и духовного наследия. Также был задет вопрос о восприятии обычным зрителям и кинописных образов художника. «Если к одному образу мы обращаемся много раз, если в сознании, в менталитете того или иного менталитета страны, есть такое понятие, как менталитет, этот образ имеет определенное значение, то то, как перед этим образом, как человек его воспринимает, он, соответственно, человек открывает теки или аспекты его менталитета». Более 40 лет своей жизни Михаил Потапов посвятил храму. В его работах специалисты отметили культовое искусство, как канал влияния на религиозное сознание людей. Как отметила сотрудник Третьяковской галереи Любовь Ушакова, «В России ядром цивилизации является культура, а ядром культуры — тип верования. Тип верования — принятая нами, православие, а это главная тема творчества Потапова». «Сюда все, кто будут приезжать, они будут этим интересоваться, это интересно. Вот я на себе сегодняшний опыт, буквально, узнав историю города, нам сделали экскурсию по городу, по улицам, о храмах рассказали, на колокольню поднимались, и вот, наконец-то, вот этот собор, где Потапов. Это интереснейшая программа, и вы можете гордиться в полную силу». Если вас заинтересовало творчество Михаила Потапова, с его работами можно ознакомиться в Свято-Троицком монастыре, посетить музей-квартиру художника по предварительной записи по телефону 523-36 или 8 902-64-95-287, либо посетить церковь Иоанна Притечи по улице Привокзальная, дом 32-Б. Ольга Ларина, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль-ТВ». Наша рубрика «Дежурный выпуск» продолжает работать для вас. Оставляйте свои вопросы на нашем сайте www.soldefistv.ru или звоните по телефону 707-83. Сегодня на вопросы телезрителей отвечает психолог Ольга Лапчинская. «Как подготовить ребенка младшего школьного возраста к переводу из одной школы в другую?» Во-первых, до официального начала занятий познакомьте ребенка с учителем, с одноклассниками. Зайдите в школу, посетите классную комнату ребенка, дайте ему возможность посидеть за партой, посмотреть, что находится вокруг, чтобы он как-то освоился к новым условиям. Во-вторых, расскажите ребенку о новой школе, о ее требованиях, о ее традициях, об истории. В-третьих, когда ребенок придет домой со школьной прогулки, поговорите с ним, спросите, какие у него впечатления, что ему понравилось, что не понравилось. И обязательно акцентируйте внимание на каких-то положительных моментах. Например, вот новая школа. Напомните ему о том, что в школе он познакомится с новыми людьми, он узнает много нового и интересного. Уважаемые родители, любите своих детей и помните, что их воспитание прежде всего зависит от вас. Вид сверху лучший. На протяжении недели у всех гостей и жителей Кунгура будет возможность посмотреть на город с высоты птичьего полета. 29 июня там открылась международная небесная ярмарка. На открытии побывала Евгения Константинова. Сегодня 29 июня мы находимся на въезде в город Кунгур. И это не случайно. Сегодня ровно в 9 часов начнется небесная ярмарка. Посмотрим, что же она нам готовит. Первое, на что мы обратили внимание, стадион труд города Кунгур задолго до открытия был заполнен зрителями. Они стояли по периметру ограждений, сидели на трибунах, газонах, а смельчаки поднимались на самые высокие точки стадиона. История фестиваля «Небесная ярмарка» берет свое начало в 2000 году. Тогда в небо над Кунгуром поднялись 6 тепловых аэростатов. Прошло 12 лет и о своем участии в фестивале заявили 34 пилота, в том числе из Германии, Чехии, Латвии, Японии и Франции. Начинаем официальную часть открытия 12-го международного спортивно-зрелищного фестиваля воздухоплавателей «Небесная ярмарка-2013». В финале открытия организаторы планировали поднять в небо более 16 аэростатов, но погода внесла свои коррективы и над Кунгуром воспарили лишь 5 из них. Если для пилотов аэростатов погода играет решающую роль, то для участников мероприятия, которое прошло на второй день фестиваля, плохие погодные условия – это дополнительная проверка на прочность. Легендарная гонка внедорожников джип-кросс стартовала на русском поле. В отличие от спокойных на вид пилотов зрители не скрывали своих эмоций. Буря эмоций охватывала водителей и штурманов, ведь как в любом соревновании были победители и побежденные, но настоящие мужчины не сдаются. Я специально Неву хотел перевернуть. Я специально хотел ее перевернуть. Даже не получилось. Всего в джип-кроссе русское поле приняло участие 33 экипажа. Для каждого из них эта гонка значит что-то особенное. Адреналина дает. Как с парашютом прыгать? Как с парашютом прыгать? Прыгали с парашютом? Нет? Не только интерес, азарт. Чтобы машина выдержала? Ну, что же рука не делала? Давай, сам наделай машину. Поломка машин не останавливает водителей. Разобрали, починили и снова в бой. Здесь люди с особым стержнем, которым нравится соревновательный дух, нравится эта дисциплина. Другие приходят и уходят. С другими целями здесь нет. Здесь только цели. Идея, борьба, попробовать себя. Обнаружить, может быть, в себе тот мужской стержень, который дает право называть себя мужчиной. Но для нас фестиваль закончился. Мы пробыли в Кунгуре ровно два дня. За это время мы увидели, как воздушные шары взлетают в небо и как внедорожники бороздят просторы нашего родного Прикамия. Но вы должны помнить, что фестиваль будет работать до 6 июля. Берите палатки и отдыхайте от рабочей рутины. Евгения Константинова, Сергей Зебзеев, телекомпания Соль ТВ. На сегодня это все. Телекомпания Соль ТВ желает вам интересных, полезных, а главное, хороших новостей. Для вас работал Александр Чуклинов. Увидимся завтра в 18.30 на телеканале «Звезда». Далее вас ждет прогноз погоды. Всего вам доброго. 3 июля температура воздуха становится на отметке 21 градус. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Ясно, дождя не ожидается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова